Продолжение следует... Проходил такой, в достаточно мягкой манере. Маннин и Грандлуд, они сегодня играли. И они вернутся. Это было огромное дело. Самое главное, ключевое, наверное, для нас, в первую очередь, что Грандлуд и Майнн наконец-то вернулись на лёд, и сегодня провели уже полноценную встречу. И сегодня, в последние две недели, мы получили один же лайнап. Я имею в виду, все эти игры, Касан и в нашем собственном турнире. И сегодня, наши молодцы, мы все видели это. Сейчас они были полноценными. И я думаю, что это было так. Мы всё это время, последнюю неделю, играли практически в одних тех же сочетаниях, что касается нашей молодёжи. Поэтому я думаю, что сегодня они были немножко, так скажем, энергически уже опустошены, подсевшие. Но это, в принципе, нормально, потому что у нас одни тех же сочетания практически были. Ну, и самое главное, что в следующем месяце мы можем вернуть ребёнок. Ну, и самое главное, я думаю, на начале уже следующей недели, у нас практически будет, скажем так, переобновлённая команда, потому что многие, кто травмирован, и те, кто играет ребят за сборной снова присоединятся к команде. Владимир Бакуленко, Хэл Томи, сегодня вы вернулись к варианту с кинской тройкой, да? Какова вероятность, что они начнут опять сезон вместе? Я думаю, что мы начнем с этим. Я думаю, что мы увидели сегодня, прямо вверх два гола, они первые вместе сезон вместе, и два гола прямо вверх, так что я думаю, что это одна из наших ключевых опций, и вполне возможно, что мы как раз таки к ней вернёмся, потому что мы сегодня уже увидели, как ребята действуют, это их первая игра всех вместе, и они забросили шею. Кулемин сегодня выпадал во втором звене, ему не хватало скорости, видно, что его кондиции далеки от одеяла. Где вообще вы увидите его? В какой роли, в каком звене? Ну, мы увидим, мы увидим, какая ситуация. Но сейчас мы не имеем игроков, так что у нас интересные ребята, у нас есть Амиров, Тихонов, и игроков, и все остальные лайнапы, так что мы увидим. Я думаю, что чуть больше не потребуется, наверное, несколько недель, для того, чтобы вернуться в строй. Здравствуйте, Азамат Шулуков, медиакарсить. Кадегинч изыграет в Минчстве, раньше он уходил с первой спецбригаде большинства. Да, это временные. Нет, это председатель, мы можем попробовать, и я использовал почти всех игроков сегодня, в ПК. Так что я планирую, что в сезоне мы должны использовать широкую массу игроков, и поэтому я хочу, чтобы все ребята при предсезоне играли ПК. по трейдинам. Он играл все игры, все преследные игры, поэтому он был в Новоанде, поэтому я был в Лексике. Он провел до этого все предсезонные игры, поэтому сегодня его узнаем. А про трейд? По этому вопросу лучше, конечно, спрашивать у менеджмента. Последний вопрос. Что вам больше всего понравилось у молодых игроков за это лето, и за сегодня? Кто наиболее готов к тому, чтобы войти в основу? Спасибо. Я думаю, молодые ребята, конечно, мы имеем Амир, Мухаммадуллин, все знают этих ребят, но я думаю, Пустасуров, Аллыкин, Башкиров, эти ребяты, они играют в очень сильном весе. Я думаю, что Аллыкин, Башкиров, Пустозеров как раз таки отлично провели предсезонную подготовку, и они как раз таки близки по словам. Олег Чернов, Собформуль 2. Мы провели, с не ошибаюсь, 9 предсезонных игр, можно 12, да, как я узнал. Может быть, стоило побольше игр провести, потому что многие игроки говорят, что им лучше играть, чем тренироваться. или все-таки вас устраивает это количество? . У нас очень много игроков, я думаю, что мы могли обментили, что мы могли обментили, но мы могли обментили. У нас ждет очень длинный сезон, поэтому я думаю, это как раз в количестве игр, которые мы провели, оно как раз хорошо. На нас устраивает. И в нашей ситуации не было ни одного игрока, потому что мы играли почти на то же время, потому что мы играли. Ну и думаю, что учитывая то количество травм, которое на нас обрушилось, я думаю, что это был оптимальный вариант таким количеством игр. Переезд из чемпионата мира по борьбе как-то помешал команде? Да. Тренинг, это не проблема, потому что вы играете здесь, но это не проблема. Нет, 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 нет. Это не проблема. Никаких оправданий, для нас это абсолютно нормальное тренировочное место. А если сравнивать лёд с Уфой ареной, где лучше, где хуже, какие особенности? Какие особенности? А, это тяжело сказать. А, это тяжело сказать. Это зависит от того, что мы имеем в виду. Это очень холодно, как и сегодня. Я думаю, что это, в первую очередь, зависит от той погоды, которая все это время держалась в Уфе. Поэтому, да, лёд чуть, скажем, такой мягкий был, но это, в принципе, внешний уже фактор. Томми, Мэкселла стал последнее время много пропускать, вас это беспокоит? Томми, Мэкселла стал последнее время. Да, он очень хорошо. Да, он только очень хорошо. Да, он стал тренировочным каждый день, и, дляACT, это было, действительно, очень сложное время для него. В последние недели, он очень опытный человек. И, я думаю, что, когда сезон начнет, он готов, чтобы поехать. Я верю в то, что он будет абсолютно готов к сезону, потому что хорошо тренируется, плюс он очень опытный вратарь, И плюс, не будем забывать, что у него были достаточно непростые матчи против хороших соперников на пресезонке.